я думаю почему я так мало бил в одноручном хвате меча оказывается у меня просто не хватает на него характеристики ленинград путь открыт но перед этим давайте немножко его ограбим короткий лук дальнобойное оружие лишним никогда не будет небольшой лук используемый охотниками для тренировки чтобы стрелять чтобы стрелять приготовьте стрелы выберите один из двух типов стрел чтобы поражать уязвимыми места врагов наносите первый удар издалека чтобы получить преимущество я на чем не опять кольца не стоят так и принципе чтобы ленинград начал работать нужно просто отдохнуть возле костра Ты, обратно. Это дешевый работа. Его имя Лениграст, просто простой максмейт. И ты... Ох... Ах... Еще один полезный путешественник. Человек хочет работать с его ногами, плантывая на землю. Не ровно, как вы флотящие волосы. Но... Что важно? Поехали, показал мне, что у тебя есть. У меня есть equipment. Поехали. Я делаю это быстро. Ты, обратно. Ты, обратно. Ты, обратно. Ты, обратно. Не проживай свою жизнь в транзит. Ты здесь. Ты, обратно. Ты, обратно. Ты, обратно. Ты, обратно. Ты, обратно. Я знаю только смыть. Но смыть. Я знаю только смыть. Но смыть... Но смыть. Уменьшайся. Это смыть. Да, для улучшения оружия нужен титанит. Как раз, чтобы найти источник титанита, нужно найти его дочь. У него можно усилить оружие либо вранью, либо починить оружие либо вранью. То есть, если вы вдруг довели до того, что ваше оружие сломалось, то уже полностью сломалось, то порошок для починки вам уже не поможет. Нужно использовать как раз кузнеца. Также у него можно купить оружие, стрелы, либо можно купить еще 10 осколков титанита и один порошок для починки. К сожалению, осколки титанита у него заканчиваются. Давайте сразу же купим у него где-нибудь штук. Это к 100 деревянных стрел. Стрелы лишними никогда не будут. А также посмотрим, что за оружие он продает. Длинный меч мы уже встречали. Палаш. Меч с относительно широким клинком. Отлично подходящим для рубящих ударов. Размахивая этим мечом по широкой горизонтальной дуге, вы сможете подрезать несколько врагов сразу. Правда, в узких местах помахать им не получится. Меч действительно неплох, особенно в начале игры. Имеют неплохой стартовый урон. Но опять же, больше подходит для тех, кто полагается на силу. Фальшион. Обычный изогнутый меч. Удар изогнутого меча наносит меньше урона, чем удар прямого меча. Но изогнутым клинком можно легко наносить серии ударов. Острое лезвие ранит и вызывает кровотечение, но очень быстро тупится. Помните об этом, когда перед вами окажется враг. Твердый, как камень. Хорошее, относительно быстрое оружие с эффектом кровотечения. Немного позже мы, скорее всего, его купим. В данный момент я не хочу пока тратить на него 1200 душ. Эсток. Большой колющий меч славится своим тонким, но прочным клинком, способным пробить защиту любого рыцаря. И при помощи сильной атаки он способен нанести урон врагам. Прячущимся за щитом. Хотя этот меч в основном используется для колющих ударов, он неплохо подходит и для рубящих. Пробивает защиту сильной атакой. Но я думаю, про такое оружие, как исток и рапира, особо говорить не стоит. Очень популярное оружие, так как достаточно быстрое колющее. Хорошо пробивает защиту и даже щиты. Очень эффективно при контрударах. В отличие от рапиры, исток, он немножко подлиннее, но при этом при ударе тратит немножко больше выносливости. И больше все-таки исток подходит под силовые билды. И рапира. Колющие мечи – это легкое оружие с тонким острием, которое можно использовать вместе со щитом. Отличный подход для парирования. Резким и быстрым ударом можно успешно поражать врагов с тяжелой броней. Это оружие очень эффективно в узком пространстве. Многие считают его читерским оружием, особенно в пвп. Но мы его обязательно купим и побегаем с рапирой. Почему бы и нет? Секира – боевой топор. Обычный топор наносит больше урона, чем меч, но при каждом взмахе воин остается на некоторое время уязвим. Несмотря на соблазн самозабвенно размахивать топором во все стороны, для эффективного использования этого оружия требуется осторожность и точный расчет. Про Секиру сказать особо нечего. Обычная Секира с неплохим уроном и с достаточно посредственным скалированием по силе. Палец – дубина с рукоятью и навершием. Палец – классическое дробящее оружие. При всей своей примитивности обладает рядом преимуществ, например, возможностью пробить щит. Не забывайте держать дистанцию с врагом, и вы поймете, насколько это оружие эффективно. Палец – действительно очень эффективное оружие на протяжении, можно сказать, вообще всей игры. Как раз против врагов в тяжелых доспехах очень незаменимо. Заменить его можно только, я не знаю, дубиной, либо Моргенштерном. Но Палец все-таки, как мне кажется, более приоритетней, учитывая то, что у нее еще изначально уже скейл на силу B. И Копье. Обычное Копье позволяет атаковать врага на расстоянии, закрывая щитом. Колющие атаки эффективны против хорошо защищенных врагов, но они поражают небольшие участки и не могут пробивать щиты. И больше всего подходит для ловкачей. Душ у нас не так много, поэтому ни прокачивать, ни покупать мы пока ничего не будем. Так, из брони тоже пока нет смысла ничего покупать. Единственное, что нам нужно, это прокачка. И первым делом нам нужно прокачать ловкость хотя бы до 12, чтобы можно было без проблем пользоваться луком. А силу желательно поднять до 10, но у меня не хватает души. Единственное, что я могу потратить души из своего инвентаря. Давайте попробуем, посмотрим, насколько мне хватит. 5 тысяч душ у нас получилось. Да, как раз нам хватило, чтобы прокачать нашу силу до 10. И теперь мы можем без проблем размахивать мечом даже в одной руке. Пока у нас только две фляги с эстусом, но скоро мы это исправим. Лук у нас стоит. И здесь как раз вот место, где полыхает огонь. Внизу можно разглядеть огненную саламандру. Очень неприятный противник, особенно в самом начале, но в самом начале вам и нет смысла с ней связываться. Если только вы не хотите какого-то дополнительного экстрима для себя. И не начнете туда спрыгивать при помощи различных ухищрений. Но если вам нужно пару лишних тысяч душ, то, как вариант, можете ее расстрелять из лука. Так, что у нас со стрелами? Стрелы я не поставил, конечно же. Да, очень маленький урон, конечно, наносит лук. Ну, что поделаешь. Если есть желание и время, можно постоять, подолбить. Тут у нас притворщик сидит. Эта дверь пока закрыта с другой стороны. Душа пропавшего мертвеца. Берем пока щит за спину. Тоже заперто. Огромная куча останков. Всегда лучше проверяйте трупы. Здесь очень неприятное место. Но, в принципе, если у вас есть лук, то это место можно сделать намного проще. Единственное, что я забыл убить одного лучника, который стоит на стене. Топорик пехотинца. И можно здесь немножечко устроить дуэль с полыми лучниками. Посоревноваться в мастерстве. Мне больше добивает, что в Dark Souls, когда противник получает урон где-то вдалеке, такое ощущение, что он как будто бы тормозит. Так, двух лучников мы убили. Но здесь еще остался как минимум вот этот, которого мы забыли грохнуть. Попасть у него теперь проблематично. Кто-то у меня там еще стреляет. А, вон-то где, елки-палки, снизу. Ну ладно, с тобой мы позже разберемся. Для начала спустимся сюда. У нас факел. Ты мне тут жизнь попортил. Так, и вот он наш недобитый. На геймпаде, конечно, целиться не совсем удобно. Лучше, наверное, все-таки выпить. Ну, того лучника, я думаю, убивать не стоит. Главное, чтобы он нас в полете не сбил своей стрелой. Вау! Вау! Это валун я совсем забыл. Человеческая фигурка. Еще чуть-чуть, и он бы меня раскатал. Да, в эту яму прыгать не стоит. Кто это у нас здесь? О, извините. Я просто... дайдрем, я думаю. Моя имя, Кейл. Я путешественник, как ты себя. Я навигаю на континенте, чтобы создать мау. Почему картографию, ты спрашиваешь? Ну, это хорошая вопрос. Когда я впервые приступил к этому повсакену, это было... эм... 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 Как ни одного я никогда не видел. Я верю, что это карта Дремль. Сейчас я путешествую на землю, чтобы это показать. Да, да, это все. Это почему я пришел в Крыму. Нет, это не было. Тогда что? Я не сомневаюсь. Ты что-то искал за эту карту? Отлично! Тогда ты сомневался с карты, просто как я. Сомневаюсь. Ты должен мне рассказать об этом. Вот, возьмите это. Крым в кухне. Как счастье встретиться в Крыму здесь. Такой карте. Интересный, правда, не так? Такая карта, чтобы быть сомненена в стены. О, но одна вещь. Я не проживлюсь в Крыму. Я не могу быть уверен, но я слышу шуми. Картограф Кейл вручил нам ключ от особняка в Маджуле. Ключи можно тоже читать, я всегда про это забываю. Ключ от дома. Ключ от заброшенного дома в Маджуле вам отдал его картограф Кейл. В прошлом в Маджуле была устроена свалка самых разных отбросов, но теперь здесь убежище для тех, кому больше некуда идти. Похоже, что этот дом в Маджуле стал последним пристанищем для некоторых из таких беглецов. И Кейл, как и многие другие в Дранглике, уже не совсем помнит, зачем он сюда вообще пришел. Возможно, это как-то связано с проклятием. Мы знаем, что вся нежить все больше и больше теряет свои воспоминания, рассудок. Даже в начальной заставке могли видеть, как главный герой, подойдя к дому, забывает о своей, возможно, матери, либо это его мать с ребенком, либо это его жена с его сыном. Так, и здесь, кстати, я еще забыл забрать одну маленькую вещь. Для этого нам нужно упасть туда вниз. Небольшой круг я навернул, но вспомнил. Всего лишь осколок титанита, ничего такого сверхважного. Осколок это самый маленький кусочек. Максимум при помощи него можно заточить оружие до плюс 3. А вообще максимально можно заточить оружие, по крайней мере, простым титанитом, если оно точится. То максимум до плюс 10. Это, можно сказать, удваивает его базовые характеристики. Но также, помимо удвоения базового урона на плюс 10, оно также заточка еще увеличивает скалирование урона. Наверху этой башни подозрительно много птиц. Можно попробовать заставить этого дурочка ударить по бочкам, и тогда они взорвутся. Хороших пилюлей. Во, успел. Похоже, здесь когда-то был проход, но его завалило камнями. Очередной писающий мальчик. Похоже, он будет до последнего кидать бомбы стоять. Но можно его скинуть. Эти солдаты похитрее, они уже используют пику и щит. Но все равно достаточно медленно, и поэтому, в принципе, после серии ударов пикой... Можно без проблем... Забежать к ним за спину и сделать дэкстэп. Против них вот как раз вот рапира и сток. Очень эффективно. Положни полого солдата. По-моему, такие мы уже подбирали. И если приглядеться, здесь есть трещина, которую можно либо взорвать своей бомбой, либо попытаться так сделать, чтобы вот этот пехотинец-солдат кинул бомбу в эти бочки. Либо, кстати, как вариант, можно вообще ударить вот этим мечом, так как он у меня бьет огнем. Но это будет очень больно для меня. Так, поэтому... Давайте просто кинем бомбу. И это нам открывает проход к нашему костру. Можно уже сходить в Маджулу, но... Пока мы не будем этого делать. У нас есть ключ от особняка, где можно уже поживиться. Я не буду лишний раз туда-сюда тергаться. Так, парень щитом меня заметил. Тут не очень хорошо. Упс. Переборщил я с забегом за спину. Лучше бы я не отдыхал вообще возле костра. Восстановил только всех противников. И при этом всего лишь две бутылки с эскусом. Не так это было важно. Еще один короткий лук. Теперь придется еще разбираться с этой черепашкой. Столько многое совершая прыжков, трачу только зря свою выносливость. Ну вот, больше одного удара лучше не наносить. Давайте уже поднимемся сюда. Здесь очень много полезных предметов. И также еще есть полезный преследователь. Здесь преследователь представлен, можно сказать, такой в усиленной форме, чем можно его встретить официально немного позже. И вообще, я бы его здесь не убивал на данный момент. Ну, по крайней мере, вы, конечно, можете убить. И тогда на месте, где должна быть официальная встреча с преследователем, его там просто тупо не будет. Поэтому просто либо умрите, либо сбегите. Есть место, где его можно убить намного проще. Ну, зато здесь можно, можно сказать, так, потренироваться перед основной битвой. Но для неподготовленного игрока это будет очень жестким испытанием. В принципе, он даже неплохо парируется. Ну, ладно. Не хочу его здесь убивать. Достаточно просто убежать. Ну, да, либо сбегать. Не дал он мне смотаться. Хорошо, что я не потратил человек с передателем. Если вы убьете здесь, а не при официальной встрече, как в виде босса, то он даст все то же самое, что и даст вам обычный преследователь в локации, где он и должен быть. Как бы вас так всех заманить в одну кучу, и чтоб у всех чертянки завалить. Давай, бей. Бей, мать твою. Как тебя не зацепило тут, а? Что-то мы тут подзадержались. Давайте уже соберем. Здесь хлам, который здесь валяется. Вау! Проснулись, проснулись. Спали, спали. Маленькая писюлька жизни у них остается ни туда, ни сюда. Человеческая фигурка, самоцвет жизни. Давайте уже используем, наверное, одну человеческую фигуру. Надоело мне ходить. В зеленого влечья. Факел. Ну, самое важное, это осколок фляги с эстусом, конечно же. Порошок для починки. Ну, вот что ж ты делаешь-то, а? Негодяй. Еще и бумбу спал кинуть. Одну бумбу мне подарил. Да, можно было просто упасть, не обязательно было слазить по лестнице, от преследователя. Ну, ладно, главное, что душ не потеряли. Так, и здесь у нас очередной НПС, но также у нас здесь есть ловушка. Очень злая ловушка. Лови урну. У меня их что-то слишком много. Что, все, кончились? Нет, еще. Два удара. И здесь у нас большая стрела души. Это заклинание. Большая душа мертвеца. Все прям большое. И синий деревянный щит. Давайте сразу прочтем, то потом я все забуду. Синий деревянный щит не представляет какой-либо ценности. По твердости защиты и снижению урона уступает металлическим щитам, зато легок и просто в обращении. И большая стрела души. Следующая степень стрелы души. Она мощнее, эффективнее против врагов, устойчив к физическим атакам. На силу этого заклинания влияет интеллект колдуна. Изболиста вы можете и сами пострелять. То есть, если конницу заманить и поставить его в этот проход, можем в него шмальнуть, в принципе, изболиста. Так, здесь также еще можно спуститься вниз. Сундук. И в этом сундуке первая ловушка. И может быть даже смертельная, если в уровне не отпрыгнуть. Осколок титанита всего лишь один. С этой стороны не открыть, но есть небольшая хитрость. Если постучать в дверь, то вам откроют с другой стороны сами. Хм. Эти ребят еще немножко попрочнее. То еле ползут, то несутся. У нас не поймешь. Достаточно темноватая комната. Желательно бы использовать факел, но нету рядом источника, от чего можно зажечь. Сундук, а в нем кольцо жизни и большой осколок титанита. Кольцо жизни. У нас как раз есть одна ячейка под одно кольцо. Старое кольцо с красным камнем увеличивает максимальное здоровье. Каждое кольцо обладает определенными свойствами. Даже обычное кольцо может оказаться очень полезным. На самом деле не очень полезно, увеличивает, по-моему, на 5% ваше количество жизни. Изначально, если у вас жизни мало, то, соответственно, эффекта от него еще меньше. Здесь у нас механизм фароса. Как раз сюда нужно использовать вот эти вот камни фароса, чтобы открывать различные секретные места. Еще два сундука. Здесь у нас целый кусок титанита. И кольцо кларантии. Как раз вот уберем мы кольцо жизни и поставим кольцо кларантии. Оно в данный момент более приоритетней. Кольцо получило свое имя из-за украшения в виде зеленого цветка, но его блеск уже давно угас. Увеличивает скорость восстановления выносливости. Такие же кольца есть и в других частях Dark Souls. Кусок титанита. Это для того, чтобы прокачать свое оружие на плюс 10. В самом начале игры практически дают, но учитывая, что у нас нету ни больших, ни осколков, сразу же на плюс 10 мы просто прокачать не можем. Можно сказать, что это как такая дразнилка от разработчиков положить этот кусок в самом начале, но один хрен ты его применить толком не можешь. Про титанит мы уже читали. Кольцо кларантии дало вот такой вот зеленый эффект. Если честно, мне он не очень нравится, но, к сожалению, пока надето это кольцо, он никуда не пропадает. Очень плотно вот тут баллисты и понаставили, пройти нельзя. Знакомьтесь, Пейт. 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 на каком-то храме, как бы вы называете. Будьте внимательны в там. Есть говорящие о бандитах, которые проживают на путешественников, как вы. О, да. Ты будешь осторожен, если ты идешь дальше. Есть храма в там, но в этом месте заканчивается от подальше. Я видел самим дизайн и это самим контрактам, я уверен. Я был с этим воорианом, вы видите, и он предупреждал, что он пройдет в первую очередь. Это довольно мягкий парень пытался свернуть лупу для себя, и это его проникнуло в первую очередь. Я еще имею в виду генту. Я надеюсь, что он не был уничтожен. Я оставлю это к тебе. Я не боюсь, что может быть в первую очередь. Я оставлю это к тебе. Я боюсь, что он не боится. Так, решетка еще пока не закрылась. Ну... А вот теперь уже закрылась. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! как же долго кидается то урна нет а вот это было очень зря пить и стус неподходящее время очень плохая затея и так можно по-быстрому пройти никого не убиваем но теперь к сожалению врата у нас закрыты с этой стороны говорит пейт оси и ума ничьи русский охота про и варьет и никому кропа и рифа и кафе на вы столько ван север и бандит сын про и панча нас лайкоса Ну что ж, удалось бежать при помощи смерти. Итак, Пейт у нас очень добродушный, дал нам белый мелок, предмет для игры по сети, оставляет знак призыва. Вас в виде фантома смогут призывать в иной мир, чтобы вы в течение некоторого времени помогали хозяину этого мира. За успешную помощь вы получите знак верности. В этих краях течение времени нарушено, и белый мелок позволяет мертвецам помогать друг другу. То есть, уже белый мелок, то есть, можно уже полноценно помогать, то есть, не появляться в мире призывающего не на две минуты, а на более долгий срок, и вы будете получать знак верности вместо гладкого камня. Так, нам нужно попасть к нашим душам, чтобы это сделать, нужно пройти сюда и подняться на их. Да, здесь есть обход. Всего этого дела. Чтобы пойти, нам нужно пройти сюда. Урны в запасе у нас еще есть. Сейчас мы к ним зайдем с тылу. Возможно, они этого не ожидают. Сволочь. Нет. Все-таки ожидают. Блин. Что-то слабо. Где мощь? Где мощь колдовской урны? Оу. Не достал. Второй атакой. Да бей ты уже. Братская могила. Ароматная мазь. К сожалению, этот меч ничем намазать нельзя, так как он уже заточен на огонь. Поэтому никакую мазь на него уже намазать уже не представляется возможным. Так. Ну что ж, забрали наши души. Можно возвращаться обратно. Выпьем сразу немного эстуса. И здесь у нас есть первая иллюзорная дверь. Так. Где же она была? Это посох колдуна. Это посох колдуна и янтарная трава. Посох колдуна и это стартовый посох мага, ничем не выдающийся. Первый посох большинства колдунов. Он усиливает действия волшебства и порчи. Чтобы использовать волшебство, нужно подготовить его у костра и выбрать посох. Сила большей части волшебства зависит от интеллекта колдуна. Но мы не колдуны в данном случае, поэтому к тому времени, как можно будет перекачаться в колдуна, я думаю, уже посох будет особо и не нужен. Этот, по крайней мере. Так. Душу забрали. Придется еще один небольшой круг сделать. Но при этом можно уже... При этом можно уже убить тут всех. Здесь можно разглядеть гиганта, из которого прорастает дерево. А также полусолдаты. Тоже по инерции, даже став колами. Все еще пытаются с ними воевать. Лучистый самоцвет жизни. И большая душа мертвеца. Увы, ничего не происходит. Что тут может происходить, покажу позже. Так, а тем временем нам нужно опять подняться сюда, только теперь уже в другую сторону. Если бы я не умер, не пришлось бы тут ходить кругами. Легкий арбалет. Здесь, помимо рау-лука, есть еще и арбалет. И здесь у нас есть еще один противник. Его не видно, но зато видно его тень, которую он отбрасывает. Это невидимый полый. Невидимые полые, они безобидны. Но если их убить, они дают различные подарочки. Например, гладкий шелковистый камень. Который можно обменять ворон. Так, ну что ж. Можно, в принципе, из арбалета в них пострелять. Но можно и из лука. Так, если взять вот две руки. Можно делать неплохие хатшоты. И послать их нахрен вниз. Так, е-мое, опять куда-то стрела втыкается в невидимые пиксели. Да, лучше не падать туда вниз сразу. Потому что там, по-моему, под низом, по-моему, еще двое стоят. И только и ждут того, как вы упадете к ним в объятия. Так, здесь лучше, наверное, как-то попробовать туда перепрыгнуть. Ну, как обычно, неудачно. Блин, никогда туда с первого раза не допрыгиваю. Но всего один тут стоял. Кортик и шлем пехотинца. Давайте посмотрим, что за кортик. Кортик колющий меч. Крепкое острое лезвие, создан специально для колющих ударов. Глубина проникновения у кортика ограничена. Но с его помощью можно провести мощную критическую атаку. Эффективен против прочной брони и толстой натуральной кожи. Пронзает щит при сильной атаке. Колющий кинжал. Давайте кого-нибудь им заколем. Блин, надо на тележку упасть. Ну, кстати, неплохо хулит. Еще и шлем дали. Вообще спасибо. Мне, кстати, там еще и шлем пехотинца дали. Мы уже читали сет пехотинца у Маглина. У Маглина, кстати, продается весь сет как раз, но без шлема. И вот как раз шлем. Шлем, видать, потерялся. В руинах старой крепости. Со второй попытки-то я должен, наверное, допрыгнуть. Притом здесь ничего особенного и не лежит. Душа безымянного солдата и факела. Можно было без этого и спокойно пережить, на самом деле. Так. Вот этот парень, я вот не помню, он мертв или жив. Он жив. Так. Теперь тебе щиты не поможут, если я силовым ударом тебя стукнул. Твой щит можно будет пропрыгнуть. Также критические атаки тоже неплохие. Вот так и жало. Да, неплохо пробивается щит. Проход завален. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Можно выпить эстус и следующее лечение у меня уже будет за счет самоцветов. Но у меня их уже столько накопилось, что, в принципе, можно спокойно лечиться. Без проблем. Так. Здесь лучше, наверное, по возможности расстрелять их. Потому что против двоих, а там еще и вдалеке стоит броненосец. Да, из звука, в отличие от арбалета, можно стрелять очень быстро. Где этот парень спрятался? За телегой. Ломай телегу. Да ломай, я не жалко. Да, против тебя, конечно, этот муж не очень. Нужно дробящее оружие. Не успел я поставить свой мяч кладенец. Выпад при контратаке неплохо снимает этим мячом. Сутрец урона наносит. В эту дверь пока зайти нельзя. Нужен ключ. Очередная дверь. Что тут у нас лежит? Янтарная трава. Полезная вещь, но только для магов. Здесь у нас отвалившийся меч от статуи. И... Ловушка. Ну, твою. На самом деле, перед тем, как сюда идти, лучше сходить и открыть сразу дверь. Я вот рискую. Нужно было сходить сначала через туман и открыть дверь. Потому что можно было сейчас умереть и опять отбегать все, проходить все заново. Сапоги полупехотинца. Все ради чего? Ради алебарды. Ну, кстати, алебарда неплохое оружие на самом деле. Очень мощное оружие. Единственное, что нужно, это эффективно им пользоваться. Алебарда сочетает положительные качества топора и копья. Ей можно наносить колющие удары, либо рубящие, как топором. Чтобы пользоваться алебарда, нужно быть очень опытным воином. В умелых руках оба ее назначения раскрываются полностью. Ну, вот здесь, в принципе, так и написано. Но у нее такие нехилые требования. 20 сил и 14 ловкости. Но если вы опытный воин, то действительно, можно наносить им очень охренительный урон. Особенно при ударе в прыжке. Давайте сразу сюда сходим. Тупик. Ну, большой кожаный щит. И вот как раз большой кожаный щит очень и очень неплохой щит. Он очень легкий. Имеет 90% физической защиты и 40% баланса. Поэтому, если у вас персонаж слишком тяжелые щиты носить не может, то вот этот щит, он прям вот идеальный для вас. И тут у нас огненная стрела. За этой решетчатой дверью мы уже были. Это как раз то самое место. Самое начало возле костра. Мы открыли эту дверь с другой стороны. Теперь, как вариант, можно сходить в Маджулу и сделать там много чего интересного. Заодно и прокачать свою бутылочку с эскистом. У нас есть осколок. У нас есть ключ от поместья. У нас есть до хрена всего. Поэтому думаю, что в Маджулу сходить стоит.